Это отношение во всем. Допустим, одна женщина мне говорит, Олег Геннадь, что-то я здесь в Казахстане не могу как-то жить. Я говорю, а вы любите ислам вообще? Вот нравится эта культура мусульманская. Потому что, понимаете, культура людей всегда идет от веры какой-то. Вот здесь вот в этом месте христианская культура. Люди, они могут быть не христиане по вере, но культура здесь, отношения, понимание друг друга, христианская. Потому что христианство существует здесь уже больше тысячи лет. Понимаете? То есть это за тысячу лет сформировалась вот эта культура. И если ты не любишь христианскую культуру, у тебя не будет успеха в этой стране. Потому что ты будешь чужим здесь. Тебя люди не будут чувствовать. Я ей сказал, говорю, вот и все, вот в этом причина. Вы, говорю, вы просто здесь выпали из пространства. Вам надо полюбить мусульманскую культуру. Она говорит, как ее полюбить? Я говорю, надо изучать, надо ходить в мечеть, посмотреть, что это за культура, как люди молятся, как верить в Бога, в чем смысл, вот какова любовь, какие отношения между ними. Пытайтесь это все понять. Да вы поймете, вам будет легко жить в этой культуре. Некоторые говорят, мне город этот не подходит. Я говорю, а вы просто его не видите, его чистоту, его не любите, город. Поэтому вам здесь плохо жить в этом городе. Понимаете, мои хорошие? А если вам плохо здесь жить, вы, говорит, может мне уехать? Может быть, уехать. Если вы не справляетесь, ну попробуйте полюбить этот город. Если вы не любите природу, климат здесь, значит, вы тоже просто попробуйте ее полюбить. Даже если потом вы переедете, ничего страшного, вы все равно попробуйте полюбить. Потому что всегда хорошо попробовать полюбить то, что ты имеешь для начала, чем все менять и менять одно на другое. Один мой знакомый переехал в Германию. Он все время здесь критиковал власть, правительство. Переехал в Германию, прожил там несколько лет, я приезжаю, лекции там читаю, встретил его. Он говорит, ой, здесь вообще кошмар, такой бардак. Я говорю, ты же только что об этом говорил про Россию. Он говорит, ну здесь другой бардак. Я говорю, понятно, куда бы ты ни переехал, ты везде будешь находить только один бардак. Как муха, она когда летает куда-то, она всегда... Есть разные виды испражнений. Она всегда их будет находить. Потому что это ее природа. Она всегда хочет разобраться во всем и как бы объяснить, как надо всем. Бардак кругом, все бардак. Не хочет видеть хорошее. Ну, сознание мухи. Везде видит бардак только один. Хорошо? Значит, будешь жить, как муха всю жизнь. Везде будет тебе плохо. А если ты хочешь быть счастливым... Вот, допустим, путешествие. И разок вспомнил песенку одну. Про путешествие. Вот как надо быть счастливым и здоровым во время путешествий? Надо любить, понимаете, все вокруг. Любить. Вы на самолет летишь, надо любить небо. На поезде едешь, надо любить землю. Понимаете? И тогда ты будешь счастлив, и у тебя дорога не будет тебя изматывать. А если ты людей не любишь, самолет не любишь, землю не любишь, воздух не любишь, ну, как ты будешь счастлив во время перелета? Не любишь означает объем работы. Первая стадия спокойно в самолете. Вторая стадия хороших взаимоотношений. Третья стадия победа. То есть никогда не упадешь. Классно? Когда человек так относится к жизни, он сразу же склонен побеждать судьбу. Побеждать судьбу. Он не боится препятствий. Смотрите, какой припев у этой песни. Видите? Папапапапапап. То есть, ну, ничего страшного. Если женщина так настроена, дальше как она чувствует себя в жизни? Как она чувствует себя в жизни? Если она сильна к судьбе, она любит природу, она любит судьбу, говорит, счастье кажется рядом с людьми. А дойти до него далеко, ничего страшного. То есть она настроена на жизнь правильно, как дальше, что в песне, как с ней будет ситуация происходить. И она говорит, смотри, не заглядывайся. Видите, сила. Это означает сила внутри. В семье. Субтитры сделал DimaTorzok